Май 1943 года. На Восточном фронте в целом в затишье производятся всякие антипартизанские операции. В частности, наиболее известная это операция «Цыганский барон» в Брянских лесах с 16 мая по 6 июня 1943 года. Ну, значит, в Брянских лесах вообще сразу были советские партизаны, еще там окруженцы туда выходили. И в 1942 году они там усилились. Помимо этого, там где-то рядом было Локотское самоуправление, про которое я, возможно, еще сюжет дам. То есть, это якобы русское самоуправление, но, естественно, марионеточное пронемецкое, которое, в принципе, приравнивают к немцам сейчас в настоящее время. Но они коллаборационисты такие отдельные. В принципе, они их как буфер против партизан немцы пытались создать. Ну, в общем, про Локотское отдельно будет. Ну, также там был легион французских добровольцев, еще отдельные части тоже русские, вермахт, естественно, в Венгрии были. Короче, там полный интернационал был. И советских партизан довольно много там было. Там было 12 бригад советских партизан, 10 тысяч человек. Еще 18 августа 1942 года Гитлер издал приказ «Инструкция по активизации действий против бандитизма на Востоке» директива фюрера номер 46, где призывал с крайней жестокостью действовать против партизан. И также, значит, обещал, что за любые действия, совершенные во время операции по борьбе с бандитизмом, не будет никаких судебных следствий проводиться. То есть, вообще, короче, что хотите там делать, ну, они делали, в принципе, что хотели, с максимальной жестокостью фюрер сказал. Значит, регулярно проводились антипартизанские операции, в частности, в брянских лесах. Они назывались «Птичьи пения», «Треугольник», «Репейник», «Белый медведь». Ну, и вот самая крупная, это вот эта операция «Цыганский барон». Это, видимо, какие-то немецкие оперы, я так понимаю, судя по названию. Ну, вот в Беларуси они там всякими операми Моцарта это все называли. Конкретно, значит, «Цыганский барон». 16 мая началась операция. К 20 мая, в принципе, они окружили ряд партизанских бригад имени Шорса, имени Кравцова, имени Ворошилова и так далее. И штаб самого главного там, Ямлютина, и непосредственно его бригада «Смерть немецким оккупантам» тоже оказались в котле. 21 мая немцы захватили железную дорогу от Унечи до Хутора Михайловского, после чего перебросили маторизованные дивизии к фронту. И положение партизан стало достаточно критическим. Однако с 20 по 29 мая партизаны отбивали атаки немецких частей, их бомбили сверху, немцы сбрасывали бомбы и листовки, призывающие партизан сдаваться. Однако 29 мая партизан кончились боеприпасы, продовольствия, им подбрасывали и то, и другое самолетов советских. И, в принципе, Брянщины там довольно близко от фронта. То есть там просто фронтовая авиация могла им помочь, но в целом, в общем, радикально там никакого воздушного моста не сделали такое, чтобы они могли держаться там годами, да. В общем, сообщение, допустим, такое было от них, короче, вот из этих районов КГБ сообщало, короче, туда наверх. Значит, все партизанские бригады сильно потрепаны, два комбрига и много командиров отрядов убиты, много партизан взято в плен противником, часть партизан одной из бригад ушла в полицию, положение крайне плохое, вооруженных людей в бригадах и отрядах уменьшилось, видимо число, да, имеет место голод, противник блокирует партизан. Для борьбы с партизанами выведена в лес полицейская бригада начальника Локотского округа Каминского. Ну, это вот эти вот Локотское самоуправление. Кстати, какое-то время русские ультраправые, которым не за кого воевать в этой войне, то есть они как бы и не за Сталина же, и не за Гитлера, Гитлер-то вроде уничтожал же русских, да, за Сталина им тоже западло. Так вот, русские ультраправые за вот это Локотское самоуправление мизерное, что-то все выступали, что, дескать, вот он как раз, за что бы они повоевали во Вторую мировую. Ну, надо сказать, это Локотское самоуправление, это несколько там районов в Брянских лесах, буферных против партизан, никакого реального самоуправления особенно там не было, ну, в общем, про него расскажу. То есть это совершенно какая-то эфемерная вещь. Это что-то по типу Ингера Монландии и прочего такого бреда. Ну, ладно, значит, вернемся мы к реальным-то ребятам, которые там воевали. Это, значит, в Брянских лесах сидел, естественно, Орловский обком ВКПБ, который 30 мая все-таки сказал прорываться отдельно, значит, так как они все в котле были. 31 мая немцы захватили партизанский аэродром, то есть всякое снабжение им прекратилось. А Дмитрия Ямлютина за то, что окружили партизан, его сняли со своего поста и на самолете отправили в советский тыл, после чего, значит, следующий документ про него приняли. Ямлютин проявил в первые дни полную растерянность, потерял управление и связь с отрядами, устранился совершенно от организации сопротивления и вследствие этого не считал необходимым и не настаивал на мерах помощи с нашей стороны. Короче, всю вину за поражение, как обычно, Сталин на оперативного командира возложил. Ну, тем не менее, значит, со 2-го где-то июня они прорывались из котла, и, значит, наиболее серьезный прорыв был 2-е июля 43-го года, то есть они там в котле и сидели, постепенно погибали, и часть переходила к немцам, или к этим клокотским, этим таким же, в общем, немцам, Каминскому. Значит, ночь на 2-е июля они попытались прорваться, и основная часть прорвалась, но понесла большие потери. То есть, в целом, операция прошла у вермахта хорошо. Значит, убили они порядка 4-х тысяч партизан, то есть достаточно много там было в Брянске, за 4-е тысячи убили немца из 10-ти тысяч. И порядка тысячи партизан перешло, а, нет, порядка тысячи партизан, тысячи полиции перешло на сторону партизан, а сколько партизан на сторону полиции, непонятно, но точно переходили. Значит, при приходе операции, вообще-то, полиция переходила частично на сторону партизан, такие там дела. более короче но тем не менее значит 8 июля 43 года немцы признали что в полностью истребить там в зоне близкой к операции цитадель не удалось принципе операция проводилась чтобы обеспечить тылы в условиях когда курскую битву начинали немцы которые они называли операция цитадель не во время курской битвы и непосредственно перед ней действительно партизаны там серьезно будут вредить коммуникациям и поучаствуют в победе в курской битве несмотря на то что вот эта операция брянских лесах эффект хороший был для немцев сталин снял даже командира за это за все за вот эти 4000 погибших и так далее тем не менее немцы признали что полностью уничтожить партизан в тылу им так и не удалось даже вот несмотря на эту очевидную победу тем временем партизаны в белоруссии осуществили нападение на поляков которые тоже довольно скандально сейчас обсуждается деревне на либоке на территории западной белоруссии поляков довольно много было я как раз вот происхожу из белорусских поляков лично их потом всяко-разно переселяли вот переселяли их в польшу но мои предки в сибирь просто раньше сгремели еще за восстание 63 года 19 века ну вот значит вернусь я к 43 поляки работали на два фронта часть из них сотрудничала с немцами часть из них сотрудничала с армией краевой армия краю вроде как воевала за сталина вообще-то то есть сталин и черчилль это был один на антифашистский блок то есть вроде как армия краева и советские партизаны были союзниками но на деле это не наблюдалось значит все вот это вот всю эту историю то что советские партизаны периодически атаковали польские деревни которые вообще-то подчинялись армии краевой белоруссии современная естественно антипольской такой все это называют что партизаны жгли полицейские деревни значит надо сказать что советские партизаны не были там ангелами с крылышками и даже советской литературы там не знаю 70-х годов их такими не рисует естественно они тоже грабили мирное население в том числе белорусское собственное этнически они были белорусы либо русские заброшенные из москвы польское население они тоже грабили потому что им нужно было как-то снабжаться кроме того они запугивали крестьян как и немцы тем что они просто будут убивать всех кто значит сотрудничать с немцами данном случае то есть приходит но по обычной схеме как в фильме про чапаева значит белые пришли грабят красные пришли грабят естественно белорусам было тяжело тем более каких-то собственных у них не было сил а вот какие-то собственные силы были у поляков которых вроде как должна была защищать армия краева поляки на самом деле создавали собственные отряды самообороны которые они в зависимости от ситуации либо немцам продавали либо аковцам ну смысле зависимости от ситуации собственно Это деревенский отряд самообороны. Поляки объявляют, либо это немецкий отряд, либо если там в этом районе армия Краева доминирует, тогда это Краевский отряд. Либо он польский, либо немецкий. Но суть была просто одна, чтобы не заходили никто в их деревню. Ни немцы, короче, ни партизаны. Просто деревенские оборонялись, а флаг им был пофигу. А вот красным партизанам-то флаг был не пофигу. Потому что этот факт сотрудничества с нацистами, то, что они говорили, что они немецкая самоборона, как воспринимали красные партизаны? Чтобы продались Гитлеру. Поэтому с разных точек зрения, короче, по-разному описывается. Вот, допустим, партизан Леонид Окунь, белорусский, говорит про Аковцев, про армию Краеву. Это были звери. Долгое время они сохраняли определенный нейтралитет по отношению к советским партизанам. Но в 43-м году очень много партизан погибло от рук Аковцев, и с ними началась война. Белорусские советские партизаны говорят, что Аковцы, по сути, фашисты. На самом деле, где-то к югу от этого бандеровцы в это же самое время говорят, что Аковцы пособники Сталина. Но я говорю, реальная ситуация такая, что они просто пытались... Аковцы это на самом деле местные крестьяне, которые себя объявили Аковцами, потому что им там выгодно. Это, да, чтобы их партизаны советские не трогали. Они все равно трогали. Ну, короче, значит, продолжают две версии тут фигурировать. Польская и советская. Значит, факты какие. В ночь с 8 на 9 мая 43-го года советские партизаны осуществили налет на польскую деревню Налибоке. Убили, значит, множество польских мужчин, которых расстреляли. Многие дома подожгли. Три польские женщины подожгли церковь, школу, пожарную часть, почту и, соответственно, все там разграбили. Значит, 129 человек поляки насчитали, которых убили советские партизаны. Ну, и все имущество, которое они смогли забрать, они забрали. Субили с целью ограбления. В отчетах советских даже 250 человек указано. То есть, 129 человек по польской версии, 250 по советской версии. То есть, то, что они там убили многорода, ничего не это признается официально. Угнали 100 коров, 78 лошадей и так далее. Ну, в советском отчете просто указано, что это, значит, армия Краева, которая сотрудничала с нацистами. Такая советская позиция. Что там была, значит, армия Краева, то есть польское партизанское движение, которое, тем не менее, работало на нацистов. Что там было на самом деле, черт его знает. Я подозреваю, что крестьяне просто оборонялись ото всех. Значит, поляки излагают это так, что, значит, красные партизаны потребовали, чтобы эта деревня подчинялась красным партизанам. Ну, и, соответственно, дань платила, да. Деревня оказала сопротивление и заявила, что они армии Краевой подчиняются. То есть, тоже антифашистской организации, то есть, польских партизан, да. За это красные партизаны напали. Помимо всего этого, там еще всплывает история про евреев, довольно больная для Польши, где много евреев исторически с 16 века. По сути, Польша спасла европейских евреев от уничтожения. Потому что господствовали фанатики религиозные, католические в Европе. На самом деле, в Польше в определенный период, в 15-16 век, католицизм был ослаблен. Там был протестантизм, ариания и так далее. Ну, вот в этом 16 веке еще и иудеев в Польшу тоже пустили. Проводилась политика веротерпимости. Ну, вот с тех пор они там остались, а католики их во всей Европе истребляли. Да и протестанты тоже не меньше. Ну, так вот, значит, про это я рассказывал в курсе по истории уже там средних веков. Так вот, про что речь-то, значит, имеется версия, что там участвовал еврейский партизанский отряд, который действительно в Беларуси был, и он уничтожал поляков. Естественно, по поводу этой версии сильно скандалят евреи, говорят, что это все антисемитизм, что вот польские антисемиты рассказывают, что евреи устроили налет на деревню Наребоке и так далее. Ну, понятно, что под красным флагом там евреи работали, если и они были. Есть голливудский фильм «Вызов» про еврейских партизан, именно белорусских, про еврейских партизан отряда Бельских. По поводу этого фильма «Вызов» в Польше тоже устроили скандал, что эти еврейские партизаны Бельских убивали поляков, и вот эту историю про Наребоке тоже поучаствовал. Значит, меня там не было, я не знаю там, какие евреи воевали, то есть по всем документам там красные партизаны воевали, и они национальности не писали. Ну, для многих поляков важно, убивали их евреи или нет. Поэтому скандал там в Польше серьезный по этому поводу. А евреи, соответственно, скандали, что вот это все антисемиты рассказывают. Ну, то есть я тут правду проверить не могу, просто вот информирую, что вот такая фигня есть. Перейдем к еще более скандальной фигне, а именно волынской резне. Значит, волынская резня — это этнические столкновения между украинцами и поляками на Волыне в основном, где как раз формировалась армия УПА, которая вроде как была против всех из-за независимости Украины, но в том числе она была против поляков, и поскольку там непосредственно поляки на Волыне жили, они приступили, да, к их грабежам и убийствам в течение 43-го года. И это довольно скандальная история, которая в том числе использует враги как польского, так и украинского народа с целью столкнуть эти народы. В общем, отношения между польским и украинским народом действительно были тяжелые в этом конкретном регионе Западной Украины. Значит, еще раз даю я дисклеймер, что я пытаюсь просто информировать и не встаю ни на чью сторону. Вот этнически я где-то наполовину поляк, но к украинцам тоже немножко через донских казаков отношусь. Поэтому как бы я против тут разжигания какой бы то ни было розни, и на базе этих событий рознь, надо сказать, разжигается. Ну ладно, значит, ситуация следующая. Обе стороны, в общем-то, то есть обе стороны какие? То есть вешают тут вину либо на украинцев, либо на поляков. Обе стороны так или иначе вырывают из контекста эти события и начинают разбираться, что там было в 43-м году. В 43-м году не разберешь, что было. Там часть людей работала на немцев, как поляков, так и украинцев, часть на советских партизан, да, и часть на местные национальные формирования АК и УПА. Причем часто это был один и тот же человек, который мог и на немцев, и на УПА, и на советских партизан, в зависимости от ситуации. То же самое для поляков было характерно. Поэтому все-таки лучше в контексте. Значит, контекст какой? Население, по сути, смешанное. Но, правда, население смешанное скорее в Галиции было. На Волыни больше было украинцев. Но в целом в Западной Украине было смешанное население. Сейчас там практически моноэтническое украинское. Это следствие того, что выселили поляков после войны. Ну и в том числе следствие и того, что и УПА их истребляло, конечно, в 43-м году. Значит, непосредственно перед этим Украинская Народная Республика гражданскую войну проиграла. Петлюра на последнем этапе был союзником Польши. Польша свою войну так или иначе выиграла. Пилсудский и так далее. Польша установила контроль над Западной Украиной. Частично, в общем-то, она спасала от советских репрессий западных украинцев при этом. Но в Польше, вот, по мере эволюции, значит, польского режима, в 20-х было сравнительно демократически, левое и так далее. Потом пошли 30-е, везде правые, везде националисты. Пилсудский решил из левых перейти в правые и установил авторитарный режим. Он считал, что это спасет польское государство в таких условиях, когда кругом, значит, там, вот, сталинисты, фашисты и так далее, значит, полякам тоже надо стать маленько фашистами. Но авторитарный режим Пилсудского напоминает путинский, то есть он имел декоративную какую-то демократию, он имел демагогию определенную о том, что там белорусы, украинцы наши братья, и мы, так сказать, собираемся их защищать и так далее. На деле, все-таки, да, он был авторитарный, то есть на деле вся оппозиция в Пилсудском, она уничтожалась, часто как по другому какому-то поводу. То есть вот как Путин там, допустим, скажет, что это уголовники, там, это мошенники или еще что-нибудь, докопаются юридически до чего-нибудь и уничтожат оппозицию. Реальная причина в том, что это оппозиция. Ну, это Путин также действует. Ну, вот, значит, ну и параллельно это был национальный режим. Значит, они проводили тогда политику полонизации, где-то больше так с 30-х. 20-е более-менее так, у белорусов, украинцев свои партии были вообще 20-е годы. Они определенное национальное возрождение там проводили. В 30-е, да, вот они пошли, поляки, в фашистскую сторону, что, кстати, критикуются самими поляками там интенсивно. И тогда критиковалось. Было много левых поляков, которые воевали в Испании, да и там устраивали забастовки, там и прочее, в Польше самое. Ну вот, значит, что, конкретно режим Пилсудского для западной Украины. Означало, что туда переселяют, во-первых, поляков, то есть осадничество. И пацификации, то есть уничтожают всяческое сопротивление украинское этому всему. Ну, естественно, госязык-то был украинский. Никакой автономии не было предоставлено, хотя бы вот на уровне национально-культурной автономии, типа языка и так далее. В 29-м году украинские националисты создали ОУН. И про деятельность ОУН, когда у меня были хроники 30-х, я рассказывал, в общем-то, достаточно подробно, насколько формат этих хроник позволяет. Все-таки это не история Украины, да, но в контексте мировой истории я рассказывал. Значит, надо сказать, что ОУН сформировалась в основном из офицеров Западноукраинской Народной Республики, ЗУНР. И вся эта Западноукраинская Народная Республика в Гражданскую войну воевала с Польшей. Во Львове там прям бои были. Я вот лично был во Львове и видел там дома, по которым там била польская артиллерия. Там до сих пор о них показывают. В Гражданской, в 18-19-м году. Значит, украинские националисты, как я уже рассказывал, убили министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского. Бронислава Пиратского. После чего польские власти начали там конкретный террор против украинских националистов. Ну, в ответ на террор украинских националистов. Короче, в 30-е шла борьба ОУН прежде всего с Польшей. И ОУН это организация западноукраинская, да, как все мы знаем. Дальше была история с Карпатской Украиной, когда в Закарпатье Украина чуть не получили независимости. Польша, Венгрия и совместно это все подавили, о которой я рассказывал, да, будучи союзниками Гитлана. Как фашистская Германия, так и СССР пыталась использовать эту ситуацию так, чтобы настроить украинцев против поляков. То есть вот в 30-е в унисон, короче, и немцы, и СССР утверждают, что поляков жутко угнетают в Западной Украине. Хотя, ну, в основном там идет борьба с ООН обычных украинцев, нет, украинцев, то есть да, украинцев угнетают поляки. Украинцы угнетают поляки, это утверждает как Гитлер, так и Сталин в это время. И пытаются всячески использовать там украинских националистов. Только советы там левых своих националистов туда закидывают и поддерживают, да, а Гитлер, соответственно, с ООН сотрудничает с правыми националистами, да, то есть натравливали украинцев на поляков, в том числе обе вот эти державы, СССР и Германия, которые собирались всегда Польшу разделить или присоединить к себе. Первоначально, когда планировал Гитлер войну с Польшей, он планировал использовать и организовал отряд ООНовцев 15 августа 1939 года, то есть планировал использовать украинских националистов прямо в военных действиях против Польши и частично использовал. Однако, непосредственно перед вторжением в Польшу, Гитлер подписал пакт Молотова-Риббентропа, по которому западная Украина входила в УССР. Поэтому смысла ему особенного уже в украинских националистах не было, хотя они сами по своей инициативе поучаствовали. Тут вот ситуация такая, что тут, короче, союз как бы сильного партнера со слабым, да, то есть украинские националисты были плохим союзником гитлеровской Германии, потому что у них были свои интересы. Ну так вот, значит, в 1939 году Польша рухнула, украинские националисты проникают на эту территорию, когда вот идет там бардак в сентябре. Там они разоружают польские военные отряды, по большей части с целью вооружить свою ООН. То есть у них еще банально там оружия не было, вот допустим в сентябре 1939 года, пока бардак шел, они там раздобыли оружие, разоружая поляков. Однако потом туда пришли советы, значит, советы, естественно, всех ООН там тоже все закрыли и начали ее тоже жутко преследовать. Они присоединили к советской Украине, в которой тоже как бы некая национальная программа была, но советская. Прошло, значит, это самое народное собрание в Западной Украине, которое голоснуло полностью за присоединение в советскую Украину. Поляки на западноукраинской территории этим были недовольны, часть из них начала антисоветскую деятельность. Я рассказывал, были прям восстания поляков на Западной Украине против советов. Тем временем ООН, в общем-то, на тот момент сотрудничает с немцами. ООН Бандеры в апреле 1941 года проводит съезд в Кракове, где делает, в общем, следующее заявление, которого они в основном придерживались. Значит, ООН борется против акций тех польских группировок, которые стремятся к возобновлению польской оккупации украинских земель. Отказ от антиукраинских акций со стороны поляков является предварительным условием урегулирования взаимных отношений между украинской и польской нацией. Ну, значит, суть какая этого заявления, что ООН собирается урегулировать отношения на условиях вхождения поляков в украинское государство как национального меньшинства. То есть ООН так себе представляла, что там будет Украина, в Галичине в том числе, национальный язык будет украинский, на административных постах будут украинцы, но поляков они истреблять не собираются. Вот если поляки, так сказать, будут не у власти, там в каких-то своих деревнях польских они там могут делать, в принципе, что хотят, так сказать. То есть линии на геноцид поляков у бандеровцев не было, но бандеровцы считали, что это территория украинская, там будет украинский язык, культура, а поляки должны подчиняться украинской власти. Это, в принципе, они придерживали всю войну, а вот то, что там на Волыне творилось, они это, значит, объявляли, что вот это причины, что поляки этому сопротивлялись. Поскольку поляки, значит, хотели галлиться его все-таки в Польшу после войны, вот поэтому и были, значит, межнациональные столкновения. 41-й год, опять же, когда пока идет бардак, пытались опять украинские националисты этим воспользоваться. Пока немцы входили, власть пока менялась. Украинские националисты, во-первых, попытались прогласить независимость Украины, о чем я рассказывал. Во-вторых, они осуществили ряд убийств поляков, тех, которых они считали, что эти поляки активно против украинцев. То есть ООН составляла списки. Опять же, всех поляков они не собирались составлять, те, которые активно, допустим. Но активно кто? Сельские учителя, допустим. В школе польский язык был при Польше. Сельские учителя преподавали польский язык украинцам. С точки зрения ООН это вот так геноцида, потому что украинцы заставляют учить польский, а не украинский. Допустим, вот учитель, он был обязан там при Пилсудском пропагандировать Польшу, пропагандировать польский язык и культуру, и за это потом его могли убить ООН-овцы, допустим, решив, что он против Украины. Ну вот, значит, в июле 41-го года частично убивали поляков. Но опять же, одна из задач была просто материальной, то есть захватить там какое-нибудь имущество, оружие и потом использовать его для ООН. Надо понимать, что ООН это в принципе банда, но банда слабая, которая постоянно нуждается в какой-то подпитке оружием, материальным средствами и так далее. Значит, летом 41-го года немцы передали Галицию в генерал-губернаторство, то есть якобы в Польшу, а Волынь в рейхскомиссариат Украина. То есть поделили, в общем, как бы рейхскомиссариат Украины условно считалось украинское квази-государство, а генерал-губернаторство якобы польское, но на самом деле и там и там были немцы на всех административных должностях, везде выводился немецкий язык. Тем не менее, ООН не понравилось, что Галицию отдали вроде как полякам, что у них была принципиальная позиция, и они за нее 20 лет воевали, что Галиция украинская. Они за нее еще в гражданскую воевали в 18-м году. Более того, немцы стали использовать поляков в основном на административных должностях, но среднего уровня, то есть на высшего уровня немцы, на администрации среднего уровня, выдвигать скорее поляков, так как они были более образованными, и ранее они были в администрации. То есть при Пилсудском, допустим, поляки сидели где-нибудь там в мэрии, да, там в каком-нибудь там в перфектуре и так далее. У них, по крайней мере, опыт был. Украинцы были достаточно всебедные, хотя украинская интеллигенция была. Ну, короче, просто немцы решили тех же, кто там раньше был у власти в Галиции, также использовать как среднее звено. Надо сказать, что в основном у обычных людей претензии к среднему звену. Высшие никто не видит, что там это самое. Конкретные претензии обычные у людей, у тех, кого непосредственно видят, допустим, к мэру города действительно, да, там, к полицейскому, деревенскому, да, к участковому, конкретно вот такие претензии, да. Так вот, а теперь они опять были все поляки. И, соответственно, украинцы все жаловались свое АУН, АУН они считали, что вот это их же банда, да, они их защищать должны. Они жаловались, что поляки их притесняют, потому что поляков опять поставили в начальство. С сентября 41-го года немцы репрессируют бандеровцев и даже их массово расстреливают. Поэтому где-то с сентября 41-го года теперь бандеровцы не сотрудничают, в общем-то, официально с немцами. Бандера сидит в концлагере, но бандеровцы заряжают своих людей в полицию немецкую. То есть вот такая у них была сложная, в общем, позиция. В апреле 42-го года вторая конференция бандеровцев, где они опять выступают за мир с поляками на платформе «Самостоятельное государство. Признание и уважение права украинского народа на западноукраинские земли». Ну, то есть все та же позиция, она всегда была у АУН, что, в принципе, они не собираются истреблять поляков каким-либо образом, и поляки должны жить под властью украинцев. Все поляки, которые против этого выступают, должны истребляться. Цель, значит, вот. Дальше, значит, апрельская конференция бандеровцев 42-го года говорила, что основной фронт – это советский. То есть основную угрозу представляет СССР. Это обычная позиция бандеровцев. Поэтому, в принципе, с поляками хорошо бы помириться. И с немцами тоже особенно не конфликтовать. Хотя немцы уже с ними конфликтовали и репрессировали бандеровцев. Ну, надо сказать, что бандеровцы, они, так сказать, декларации не принимали. У них это было руководство к действию. Они, да, действительно вели постоянно переговоры с поляками в 42-43 годах, но так и не помирились. Надо сказать, что немцы активно натравливали поляков на украинцев и наоборот, чтобы они не объединились. В принципе, интересы и поляков, и украинцев были против немцев и против советов, да, чтобы восстановить свои национальные государства. В принципе, армия Краева воевала вроде как против немцев, в антифашистском блоке, то есть польская массовая организация. Вот, поэтому, чтобы украинцы с поляками против немцев не объединились, да, немцы их активно ругали. Кроме того, украинские националисты в 42-м году, как я уже рассказывал, проводили тактику внедрения в немецкую полицию. Так как у них нехватка была всяческого оружия. Вот советским партизанам оружие скидывала Москва. А кто скинет украинцам? Вот нехватка оружия и вообще людей, которые способны воевать. Поэтому, значит, в украинскую вспомогательную полицию немецкую бандеровцы активно продвигали своих. С тем, чтобы они там научились военному делу и спиздили оружие. А потом воевали бы за Украину. Это была у них официальная тактика. В результате действительно много было полицейских в 42-м конкретном году, которые были также украинские националисты. Естественно, эти полицейские участвовали в различных карательных акциях немецких против евреев и в том числе против поляков. Немцы, причем против украинцев, своих не использовали. Вот, допустим, Хатынь белорусская. Там этнически кто сжег Белоруссию? Украинцы и русские там были в этом отряде, да. Белорусы белорусов, естественно, не жгли у немцев. А вот они все их перемешивали, чтобы ругались. Логика у немцев этническая, естественно, что все народы нужно друг на друга натравлить. И что, это же национально-социалисты, да, фашисты, да, считают, что, значит, люди всегда национальные будут предпочитать социальному. По мнению Гитлера, такую политику они и проводили, что все народы должны ругаться. Ну, вот как раз, значит, эпизоды службы в полиции отдельных украинских националистов в частном порядке, по сути, да, и участие их в карательных акциях. Вот российская пропаганда уровня Соловьева сейчас для чего использует? Обвиняет ООН в геноциде евреев, поляков, белорусов и так далее. Ну, в принципе, они продолжают, по сути, вот эту пропаганду Гитлера, которая натравливала все народы, да. Ну, понятно, да, что в частном порядке, тут надо признать, да, в частном порядке ООНовцы участвовали в полиции немецкой, и в том числе по заданию немцев, они, вот, участвовали в немецкой полиции, да, они могли там уничтожать евреев, поляков, белорусов и так далее. Ну, что, допустим, в Хатынии наблюдалось. При этом УПА им давало просто задание обучиться там военному делу, украсть оружие, узнать, где у немцев склады, потом восстать, что, кстати, осуществлялось. Это, значит, у нас немцы. Надо сказать, что армия Краева, то есть антифашистское сопротивление польское, в общем-то, добавляла туда этой самой вражды. Армия Краева, дело в том, что армия Краева была официальной союзник Сталина. Они подчинялись правительству в Лондоне, которая сидела в Англии, польская. Польское правительство в Лондоне полностью подчинялось Черчиллю. Черчилль был союзник Сталина. Поэтому армия Краева, вообще-то, была союзник советских партизан. УПА считала, что армия Краева, они пособники коммунистов, и в то же время они поляки. То есть армия Краева хочет, видимо, чтобы была коммунистическая Польша в Галиции. Значит, на тот момент Сталин официально считал, что Галицию он отдаст Польше. В 1941 году Сталин пообещал, что восстановит границу 1939 года. Потом Сталин все переграл. Галицию он отдал Украине. Это все мы знаем, да? Но на тот момент была позиция у Сталина, что он вернет польскую границу. То есть Сталин воспринимался как прямой враг этими самыми западными украинцами, которые хотели Галицию, чтобы она была Украиной. Получается, у них армия Краева, это вообще их прямой враг. Это и коммунисты, пособники коммунистов, и это поляки, которые хотят Галицию себе. Армия Краева официально утверждала, что Галиция будет в Польше, что они воюют за границей Польши 1939 года. Это не всякое сомнение. С 1942 года на территории натурально советские партизаны под командованием Ковпака, о котором я расскажу. В следующем, видимо, клипе будет сюжет про Ковпака. Просто надо как-то разбить. Ну, про армию Краева я уже постоянно упоминаю. Значит, будет в ближайшее время сюжеты про армию Краева. Надо про всех тогда рассказать подробнее. Ну, в общем, сейчас я про УПА в основном говорю. То есть, выводы какие нужно, значит. Что, в принципе, значит, поляки считали, что украинские националисты, во-первых, участвуют в польской полиции. Во-вторых, они истребляют поляков. Украинцы считали, что, значит, поляки, во-первых, да, хотят Галицию забрать. Во-вторых, они пособники коммунистов, потому что они за армию Краева. И, в-третьих, они тоже служат в полиции и в немецкой администрации. То есть, обвинение в том, что и те, и другие служат в полиции и немецкой администрации, и те, и другие друг другу предъявляли. Вот это надо понимать, что значит. И, на самом деле, там многие поляки реально в этой немецкой администрации, конечно, служили. И то же самое и многие украинцы. То есть, и те, и другие друг друга обвиняли в коммунизм. И в коммунизме украинцев не обвиняли, и поляков обвиняли украинцев в коммунизме, в нацизме и в собственном национализме. И все это в какой-то степени было. Но, вообще, честно говоря, украинцы за советских партизан тоже многие воевали. То есть, вот такой полный бардак, короче. Немцы это использовали, чтобы просто не объединились все против них. Дальше, значит, февраль 43-го года, в селе Теребежье, третий съезд бандеровцев, о чем я уже примерно рассказывал. Третья конференция бандеровцев постановила начать восстание. В феврале 43-го года на Волыни, прежде всего. Где у них больше всего были кадры. На третьей конференции была дискуссия у бандеровцев. Михаил Степаняк сказал, что, по всей видимости, в войне победит СССР, судя по той ситуации, которая складывается. Следовательно, нужно восстать, обрушиться сначала на немцев, захватить Украину, а потом к Черчиллю обратиться, чтобы он признал Украину, вообще, к союзникам западным. Что они признали Украину, потому что Украина сама от немцев освободилась, и она тогда будет независимым государством, как хотели ООНовцы. Против этого Дмитрий Кличкицкий и Шухевич выступили, которые сказали, что в основном нужно воевать против советских и польских партизан. То есть, против Сталина и армии Краевой, которая, по сути, за Сталина. С такой целью, что если сталинисты придут, то они отдадут Галицию Польше. А против немцев просто обороняться, ну и снабжаться за их счет, захватывать у них оружие, людей и так далее. В общем, две были позиции. Первая, воюем в основном против немцев, и вторая позиция, воюем против коммунистов, а поляки, по сути, коммунисты. Потому что АК союзник Сталина. Значит, сначала никакого четкого решения не было, но постепенно Линия Шухевич победила. То есть, потом возглавят, все знают, что УПА возглавит Шухевич, и Шухевич будет воевать с армией Краевой прям очень сильно. Вот это ситуация на начало, собственно, вот Волынской резни, то есть, этнических, чисток этнического противостояния поляков и украинцев на Волыне. В конце 42-го года начались события на Закерзонье, так называемом, то есть, Холмщина и Люблинщина. Закерзонье, в смысле, что это за линией Керзона, и потом эти территории отдадут Польше, да? А там все-таки существенное было еще украинское население. Я говорю, что зона, в общем-то, смешанная идет примерно от Люблина, там и до Волыни. Вообще была смешанная зона, где значительное количество были и тех, и тех. Так вот, немцы проводят политику, вообще-то, немецкой колонизации как Польши, так и Украины. То есть, немцы собирались, ну, по крайней мере, существенное там немецкое колонистами заселить, и Польшу, и тех, и тех, вообще говоря. Но начали они с Польши, потому что это ближе. Немцы в 42-м году уже создают немецкие колонии на польской территории, а украинское меньшинство они используют как прикрытие, чтобы они прикрывали этих немцев. То есть, короче, они выселяют там поляков, из деревень прямо, и частично заселяют там это все украинцами. В основном немцами, но также и украинцами. Ну, в общем-то, натравливая, да, одних на других. Ну, как это выглядит, что десятки тысяч поляков выгнали зимой из их домов, и при этом там были украинцы, которые, значит, их тоже выгоняли вместе с немцами. Эти десятки тысяч поляков идут натурально в партизаны, да, то есть в армию Краеву, которая там доминирует, и рассказывают там в армии Краеву, что украинцы их грабили вместе с немцами. И, значит, украинцы за немцев и грабят поляков. Как картина маслом. С января 43-го года польские партизанские отряды начали уничтожать там, соответственно, всех украинцев по этническому принципу, потому что украинцы за немцев, по их представлению. Нападали на посты украинской воспомогательной полиции, и в марте 43-го года армия Краева и, кстати, коммунистические подразделения, тоже батальоны Хлопские, нанесли, допустим, удары по отрядам украинской полиции в Патурине, в Модрине. При этом поляки забирали обратно все имущество у всех украинцев, да, лошадей, одежду, убийство и так далее. То есть еще до начала событий на Волынии, на Закерзонье, уже к весне 43-го года, Аковцы убили порядка 400 украинцев и огромное количество ограбили. В ответ за то, что по их представлениям, вот в 42-м году украинцы немцам помогали. В ответ украинская вспомогательная полиция убивала, соответственно, поляков, польских партизан и так далее, и действительно воевала за немцев, защищая, так сказать, украинцев там, в Закерзоне. Значит, на Волынии. На Волынии украинцев было гораздо больше. По переписи 31-го года последней, было порядка 2 миллиона человек на Волынии, из которых полтора миллиона были украинцы и 300 тысяч примерно поляки, 350 тысяч поляков. То есть поляков было много, но умеренно, да. И порядка 200 тысяч евреев. Евреев, естественно, изъяли немцы, а советские власти депортировали поляков. Вот из этих 350 тысяч поляков, где-то 200 тысяч поляков, кого смогли, короче, советские власти депортировали, потому что они считали тоже, что территория должна быть моноэтнической, украинской. И поляки действительно там были антисоветски настроены, и они хотели их вообще всех вывезти. Но не вывезли, не успели, потому что много их там было. Где-то осталось 150 тысяч поляков. Их теперь было сравнительно мало, их ослабили советы. И вот теперь на них УПА обрушилась. Значит, ну, по поводу февраля не совсем понятно, воевали тогда УПА с поляками или нет. А вот с марта 43-го года это действительно началось. Вот в колонии Антоновка в ночь с 9 на 10 марта бандеровцы убили где-то 20 поляков. Ну и потом дальше, я не буду деревни перечислять, разгром польских сел, поджоги, убийства и так далее. Ну, это, в общем, еще начало было. Потом 20-23 апреля 43-го года отряд УПА напал на поселок Яновая долина в Костопольском районе, где был немецкий гарнизон. Вот, а однако, значит, немецкий гарнизон вообще там не участвовал. То есть по бандеровцам стрелял, только если они в их районе появлялись. То есть немцы, по сути, вот тоже решили не участвовать в этом и предоставить возможность, чтобы бандеровцы поляков истребляли. Так как немцы хотели стравить и успешно стравили поляков с украинцами. Ну и вот, значит, порядка где-то 600 мирных жителей польских истребили бандеровцы 22-23 апреля в Яновой долине. Потом 15 мая еще раз УПА там атаковало и так далее. Причем немцы, поляков особенно не защищали, как я говорю. В течение мая продолжаются, значит, атаки бандеровцев на поляков. Почему я в мае это поместил? Потому что известная была история про Куты. Значит, в ночь со 2 на 3 мая объединенные подразделения УПА Бандеры и ООН Мельника атаковали поселок Куты, где имелась уже польская самоборона, то есть поляки вооружились и воевали. Там прям повоевали. В каменных зданиях в центре, значит, были поляки. Украинцы врывались в дома, убивали жителей, грабили, поджигали и обстреливали центр села, где были вооруженные поляки. Погибло 53 поляка, после чего немцы поляков вывезли оттуда, оставив там только украинцев. Но, в общем, в целом немцы так вот, как бы, по факту поддерживали при этом УПА. То есть они вывозили поляков, они им не помогали и так далее. Но с целью стравить. Что касается УПА, я думаю, что, кстати, основной мотив, скорее всего, даже не этнический, потому что поляков мало было, скорее всего, все тот же материальный. Вот эти материальные вопросы, они часто опускаются, они главные. УПА это, прежде всего, слабая организация, у которой амбициозные цели, которая собирается против всех соседей воевать, не имея реально никакого серьезного спонсора, так скажем. Поэтому я думаю, что поляков просто вот они грабили, потому что начинали это восстание украинское на Болыне, нужны были какие-то ресурсы, у кого ресурсы взять, у поляков они виноваты во всем, по их представлениям. Поляки служили немцам, поляки служили Пилсудскому и так далее. Поэтому, значит, взять на национальную борьбу надо у поляков чего-то. Вот именно, что у них и людских ресурсов, и оружия, ничего-то у них не было серьезного. А цель была поставлена освободить всю Украину. Значит, 2 июня атака бандеровцев на село Гурбы. Потом, в середине июня 43-го года немцы эвакуировали поляков из поселка Колки, когда кого атаковали бандеровцы. И после эвакуации немецкого гарнизона Колки занял батальон УПА. Потом, 13 июня, УПА-вцы согнали оставшихся в Колках поляков в католическую церковь, подожгли ее. И, в принципе, Колки потом контролировались бандеровцами. То есть, вот на этих территориях, зачищенных от поляков, бандеровцы создавали собственную власть. Заселяли их украинцами. Вот так вот просто восстание проходило на Волыне. Вроде как против немцев, но в основном против поляков. Вот такая вот история получилась. Также украинские националисты часто полякам просто требовали, чтобы они уезжали. То есть, ультиматумы предъявляли, что перед нападением, допустим, что если вы не уедете, то мы нападем. Армия Краева воевала за всю Польшу в границах 1939 года. То есть, у поляков там была еще, собственно, тоже армия Краева на Волыне. И она требовала от поляков, чтобы они не уезжали, потому что это будет все равно Польша после войны. И они восстановят полностью все государство Пилсудского. Их руководство в Лондоне, это было из партии Пилсудского, ближайшие там последователи. Которые, впрочем, Польшу в сентябре 1939 года потеряли. Поскольку армия Краева активно сопротивлялась УПА, соответственно, бандеровцы и украинские современные историки обвиняют, что поляки вели партизанскую деятельность против украинцев на этой территории, а, соответственно, бандеровцы защищались. Но с точки зрения этнической логики УПА, действительно, поляки воюют против них. Армия Краева воюет, во-первых, за Сталина, и во-вторых, за то, чтобы это все было в Польше. Также личная ответственность, как польские, так и украинские ученые, в основном валят на главнокомандующего УПА Дмитрия Кличкицкого, которого был псевдоним Клим Савур. Дело в том, что официального решения УПА или ОУН, истреблять поляков не было. Но фактические действия уже весной 43-го года, на Волыни конкретно, идут с требованием, чтобы поляки вообще уехали. Вот такого требования, чтобы поляки вообще уехали, никогда официально бандеровцы не принимали. Поэтому вывод какой делают историки и польские, и украинские, что, видимо, это инициатива, допустим, командующего УПА, потому что его антипольская позиция известна, Дмитрия Кличкицкого. И Шухевич тоже был против поляков настроен, что, вероятно, это вот непосредственное командование УПА так вот решило. Опять же, никакого приказа непосредственно командования УПА именно выселить всех поляков нет. Но фактически такие действия предпринимались. То есть они требовали, чтобы они выселились, захватывали польские деревни, объявляли там Украинскую республику и так далее. Это они делали. Вот на каком уровне это все шло, непонятно. Официальных решений нет. Может быть, на уровне полевых командиров, но сомнительно, что вот так вот хаотически все захотели выселять именно поляков, но, скорее всего, командование УПА распорядилось. Но приказа вот этого не обнаружено, если что. Вот и это, как мы все знаем, такие вот ситуации неопределенные, да еще и когда национальные интересы заявлены, это причина холи воров, да. То есть вот эти и другие сейчас вот обвиняют и придумывают друг на друга всякие штуки. Но позже будет декрет УПА 15 августа 43-го года о том, что украинцам нужно передать землю польских колонистов. Но опять же он будет позже и об этом я расскажу уже при обзоре за лето. Но сейчас я за весну рассказываю. Весной еще нет даже приказа конфискации польских земель, но реально, да, идут бои с поляками и большей частью даже очистки. Еще с чем связывают? Весной 43-го года на Волыни действительно формируется украинская повстанческая армия. Я уже с разных позиций про это рассказывал. Значительная часть тех, кто вступили в УПА, это были дезертировавшие украинские полицейские. То есть они действительно по заданию УПА служили у немцев в полиции весь 42-й год. Теперь они восстали, действительно, да, теперь они против немцев. Они все вступили в бандеровцы. Порядка 6 тысяч полицейских немецких в марте-апреле 43-го года стали партизанами УПА. То есть воевали они против немцев тоже за свободную Украину. Ранее, естественно, все они были немецко-фашистскими полицейскими. Участвовали в этнических чистках. И им велась, естественно, фашистская пропаганда. То есть это все-таки были люди, которых полтора года Гитлер считал, так сказать, своими и внушал им всю свою эту этническую логику. Им читали политинформации, что народы все друг друга ненавидят. Соответственно, все вот это усвоив и перейдя уже в бандеровцы, ну вот они по этой фашистской логике приступили к истреблению поляков как народа. Вот это еще акта работа. Ну и вот поскольку прямого-то указа бандеровцев не было, вот может быть это и на местах, вот перешедшие полицаи от немцев, да. Вот это вот и начали. Тогда, значит, раз мы за украинцев воюем, давай теперь поляков истребим. Но все-таки надо сказать, что даже по максимальным оценкам только 23% бандеровцев происходило из немецкой полиции. Вот бывшие полицейские это пятая часть от УПА. Поэтому эта тема раздувается все-таки. Все-таки там 80% вообще к этой полиции не было. Дело в том, что когда начинают критиковать хоть поляки, хоть Россия, начинают говорить, что там все бандеровцы служили в полиции, это неверно. 20% служило, но такие факты были. Ну вот обычно, как при политической пропаганде, все ту сторону, которая им нужна. Ну надо сказать, что да, действительно, бывших полицейских примерно пятая часть была, и они были как бы подготовлены в военном отношении. Часто они были командирами потом у бандеровцев. И видимо, да, вот они считали, что нужно тогда, значит, за счет поляков тогда нужно. Тем более стопудово в этой украинской полиции их немцы против поляков настраивали. Значит, позиция немцев. Во-первых, у них вся полиция дезертировала на Волыне. Поэтому они считали, что, конечно, украинцы тоже виноваты. Украинцы набирали в немецкую полицию поляков, и вот поляки в составе немецкой полиции, жестоком стиле украинцам. Это все приводило к тому, что бандеровцы были уверены, что поляки служат фашистам. Действительно, украинская полиция дезертировала и стала повстанцами, да? А вместо них пришли поляки, которых набрали немцы. Эти поляки действительно истребляли тоже украинцы. Вот. То есть, значит, я говорю, что пропаганду вы с любой стороны слушаете и будете слушать. Вот нужно учитывать, что вот такая вот сложная ситуация. Вот это западная Украина. Эти маленькие народы пытаются выжить любой ценой. И тем более уж несчастные эти крестьяне, хоть польские, хоть украинские, чтобы сохранить свое имущество и жизнь в таких условиях. Мировая война. Они там служат хоть Гитлеру, хоть Сталину и так далее. А позиция местных националистов, она за сохранение вот своих любой ценой. Поэтому вот это самый как ОУН, так и армия Краева, она просто вот принимает решение ситуативно. Например, допустим, поляки тоже служили там в немецкой полиции, если считали, что это нужно полякам. Там украинцы тоже служат в немецкой полиции, если это нужно украинцам и так далее. Вот такая вот простая логика, что там Гитлер и Сталин, вот там не работает в этих районах. Вот это вот надо понимать, вот это я хочу донести. Значит, ну в принципе, так как эта фигня происходила, бандеровцы, конечно, как-то ее объясняли. 18 мая 1943 года командующий УПА Дмитрий Кличкиевский выпустил обращение, где заявил, что вся вина за события, за межнациональные столкновения лежит на поляках, так как поляки служат в полиции. Ну вот на тот момент действительно полиция в Волыне практически вся дезертировала украинская и стала повстанцами, а поляки, соответственно, теперь служат в полиции. Вот бандеровцы их официально обвинили. Значит, поляки служат немецкой полицией, уничтожают украинские села. Действия партизан украинских ответные против этого. Значит, ну вот дословно обращение бандеровцев. Если польское гражданское сообщество не повлияет на тех, кто пошел в администрацию, фолькс-дойчьими, полицейскими и другими, не повлияет на то, чтобы они покинули эту службу, то гнев украинского народа прольется на тех поляков, которые живут на украинских землях. То есть, значит, вот все то же, что сейчас говорят про бандеровцев, бандеровцы в 43-м году говорили про поляков. Поляки служат немецкой полицией, занимаются этническими чистками украинцев. Армия Краева работает еще и на коммунистов. То есть, все поляки либо служат фашистам, либо коммунистам. Вот бандеровцы, как говорят. Ну и конкретно, в основном, значит, служат они немцам на тот момент. УПА начало восстание против немцев, поэтому, значит, объясняет нам, командующий УПА Дмитрий Кличкинский объясняет, поэтому, значит, мы воюем с поляками, так как они служат немцам, а мы подняли восстание против немцев. Вот. В листовках УПА все еще более жестко. Там польские прислужники немецкой орды мучают Украину хуже немцев. Вот так. Такие объяснения. Ну и эта ситуация продолжится, и про это я буду еще далее рассказывать. Я еще обещаю про Ковпака расскажу. Там еще и советские воюют на этой территории. Про армию Краеву, конечно, давно уже надо и будет. Просто сейчас уже в клип не влезет, и так много позже про армию Краеву. Англосаксонская авиация продолжает разрушение экономики гитлерской Германии. В этом году имелся такой английский инженер-изобретатель Барнс Уоллес, который поддерживал всю эту идею стратегических бомбардировок. Сначала, и вот особенно, значит, они решили на энергетику надавить в 43-м году и разбомбить водохранилище плотины. Вот этот Уоллес за это агитировал. Сначала они хотели использовать сверхтяжелые бомбы, чтобы водохранилище разрушить кидролитростанции и обесточить Германию. Соответственно, заводы тоже работать не будут и так далее. Потом они решили использовать прыгающие бомбы специальные. Ну, для того, чтобы прыгающие бомбы использовать, нужно было бомбу кидать с высоты 18 метров на высокой скорости и с определенных точек. Поэтому нужны были специально обученные экипажи, начали специально тренировать летчиков, как бомбить плотины немецкие. Решили также ряд технических проблем. Нужно было держать высоту полета точно и так далее. Испытали сами эти прыгающие бомбы. В общем, много чего там изобрели технического, чтобы разнести плотину. И 16 мая 1943 года осуществили саму операцию. В это время водохранилище было полностью заполнено, именно чтобы прорвало плотину водой тоже. Ночью светила полная луна, 21 час 16 мая в 21.00. Первая волна бомбардировщиков пошла на крупнейшие плотины немецкие, Мёне и Зорпе, и полностью их разнесла. Значит, Альберт Шпеер пишет, что 17 мая 19 британских бомбардировщиков пытались разрушить гидроэлектростанции в Руре и парализовать всю военную промышленность фашистов. Была разрушена самая большая плотина на реке Мёне, водохранилище прорвало и опустело. Однако, немедленно, естественно, Шпеер кинул своих людей, немцев, восстанавливать плотину, и к 23 сентября 1943 года они восстановили. Но ущерб серьезный был немцам. Сокращение всякой электроэнергии где-то на 50%, то есть, да, упала производительность на заводах, но надо сказать, что все водохранилища Рура не были уничтожены, все литростанции не были уничтожены, а плотину немцы починили. Хотя, конечно, чисто финансовый ущерб у них большой от этого был. В Югославии проходит операция Шварц, и немцы пытаются все-таки уничтожить повстанческую армию Тита. Вот, а Четники уже давно воюют фактически на стороне фашистского блока за итальянцев, о чем я уже не раз рассказывал. Ну, в общем, Четников Тита к тому времени уже окончательно дискредитировал, однако ему нужно было доказать, что он боеспособен, чтобы британцы его поддерживали. Британцы, в принципе, его поддерживают уже Тита, как главного антифашиста Югославии. Вот, а немцы хотят все это уничтожить, тем более они боятся высадки британцев там. И не напрасно, потому что вот-вот британцы уже будут в Италии, это рядом. Значит, с 15 мая по 15 июля немцы проводят операцию Шварц с целью уничтожения югославских партизан как таковых. У югославов порядка 22 тысяч человек, из них 4 тысячи больные и ранены, которых они потом бросили немцам. А с немецкой стороны порядка 127 тысяч человек, где участвуют болгары, немцы, итальянцы, усташи, ячетники и сами сербы. Операция Шварц начинается 15 мая 43-го года концентрическим наступлением немецких и всех союзных им войск по всем направлениям. Значит, югославы в это время в Южной Сербии воюют, и поэтому именно болгары участвуют. Ну, в принципе, вот карта все есть. Значит, первый этап 15 и 27 мая. Югославы прорываются на восток, а потом в направлении Фочи, а все вот эти все остальные их окружают. На втором этапе 28 мая 9 июня партизанские соединения перебросили через реку Пиво и вышли в долину Сутьевски. У югославов это также называется битва на Сутьевски, или пятое вражеское наступление это может у сербов называться, а у немцев и вообще в западных всяких энциклопедиях это называется операция Шварц. Вот. Немцы, несмотря на попытки прорыва югославов, стягивали постепенно кольцо, ну, с итальянцами и с усташами. Причем хорваты самая слабая часть, которая как обычно была. Хорваты первыми бежали от сербов там всегда. Ну и так вот, 10-15 июня, это окончание всей этой истории, основная часть прорвалась югославов на Яхарину, однако были немцами окружена 3-я ударная дивизия и погибла, и также югославы бросили центральный госпиталь. Всех своих раненых они бросили, немцы их уничтожили, потому что они не могли их вывезти. Это как бы трагическая часть, что они сами своих раненых оставили, и вот это они переживают до сих пор сербы. С этой операцией Шварц. Ну, погибли многие руководители. Допустим, заместитель председателя исполкома народно-освободительной армии Нурия Поздирац, публицист Веселин Маслеша, профессор Белградского университета Сима Милошевич, хорватский поэт Иван Ковачич, тоже коммунист. То есть из руководства коммунистов тоже многие погибли, надо сказать, что они не просто раненые бросили, они действительно не могли им помочь. Сами они тоже сражались, Тит сам воевался. Тут нельзя им как-то так предъявить. Из 22 тысяч партизан погибли 7,5 тысяч. Ну и вот утерян госпиталь, был медикамент и там и так далее. Потери немецких войск порядка 3 тысяч человек, потери хорват 400 человек, потери итальянцев где-то 300. То есть в целом основные потери были у партизан. Однако, как обычно, юкославские партизаны продемонстрировали героизм. Генерал Лёрн немецкий писал, бои были чрезвычайно тяжелыми, все командиры сошлись во мнении, что их войскам довелось вести самые ожесточенные бои за всю Москву. Значит, немцы также докладывали по завершении операции «Шварц» наверх. Дословно, противник продемонстрировал невероятную маневренность, хорошее командование, высокий наступательный дух, буквально фанатический боевой настрой и неимоверную стойкость. Но вот учитывая, что немцам внушили, что славяне, так сказать, не люди, и сами немцы говорят, что неимоверная стойкость этих вягославских партизан, значит, можно верить. Если уж немцы за сербами признают стойкость, то да, значит, она была. Реально. Ну, вот еще немцы пишут, «Несмотря на недостаточное снабжение, большие потери личного состава из-за болезни и эпидемии, а также боевые потери, этот враг, состоящий из сербов, черногорцев, боснийцев и далматинцев, оставался до последнего момента чрезвычайно опасным вследствие знания местности и приспособленности к ее условиям, зачастую более сильным противникам, который нанес нам чувствительные потери». В целом, ну, Югослава, говоря, что все-таки цель уничтожения партизан не была достигнута, значит, операцию выиграли. Но по счету, конечно, большие потери это вынесли, территорию потеряли, то есть, в принципе, объективно-то они проиграли операцию «Шварц». Единственное, что они опять вышли из окружения и пошли на новую территорию. Они перешли там в Восточную Босинью, где опять они ударили по усташам, которых уже всех воевали, захватили опять территорию, выбили оттуда Хорват и опять новый партизанский район. Хорватские вооруженные силы были деморализованы и между Хорватами проводилась агитация за Новую Югославию после войны. То есть, в принципе, поскольку неоднократно уже Тита бил Югославов там, этих усташей, то есть, бил многократно, усташи разбегались, и часть Хорват переходила на сторону коммунистов. Тем более, коммунисты вели интернациональную пропаганду, что мы всех берем, и Хорваты, и сербы, и так далее. Ну и конкретно даже коммунисты говорят, что те, кто переходит на сторону партизан, мы в том же звании оставляем, не будем с них спрашивать за военные преступления, и так далее. То есть, призывали просто коммунисты югославские, чтобы Хорваты переходили на их сторону, иначе всех убьют просто. Кто перейдет на их сторону, мы им сохраним воинское звание и не убьем. По итогам битв на Неритве и на Сутьевске, Великобритания официально начала поддерживать именно ТИТО, и на Тегеранской конференции признали, что именно ТИТО является Иосиф Броз ТИТО, руководителем будущей Югославии, руководителем антифашистского сопротивления, и все другие правительства, там, тетники и так далее, все были объявлены фашистами, кроме ТИТО. Ну и, по крайней мере, да, ТИТО доказал свою эффективность союзникам. Вот еще плюс-то какой-то для Югославов, доказал, что он воюет с немцами, и никогда им не сдастся, и все, что он член антифашистской коалиции. Битва на Сутьевске – самое масштабное, самое кровопролитное партизанское сражение. То есть, вот, партизаны нам известны белорусские, но самые вообще известные в Европе, и которые действительно больше всех немцев убили, это Югославский. И это, вот, конкретно это битва на Сутьевске, это операция Шварц, это самая кровопролитная и самая страшная вся эта история. Ну, тут где-то 200 тысяч участвовало фашистов, а в партизанских операциях в Беларуси самых массово 17-20 тысяч, там такие цифры. То есть, где-то в 10 раз все это масштабнее, чем в Беларуси. Так что у Югославов там традиции партизанские серьезные. Естественно, это потом чтилось, потому что пришел к власти, конечно, ТИТО, и все эти бои там изучались школьниками, конечно. Как такая славная прошлая югославского коммунизма. В памяти битвы на Сутьевске в 74-м году открыли мемориальный комплекс Долина Героев. Главным скульптором-архитектором был Меодрак Живкович. Фрески там красивые написали. Проводили там годовщины постоянные, памятные мероприятия. Потом есть, естественно, фильмы югославские про это, да и не один о героических боях. Песни есть югославские, там же партизаны, они все песни пели. Памятные монеты и так далее. То есть, история очень-очень известная на Балканах. Про вот это югославское сопротивление. В Тунисе в мае разгромили немецко-итальянские войска. В апреле ликвидировали последние попытки немцев где-то там наступать на севере Туниса. Снял Гитлера вообще Роммеля. Роммель сразу говорил, что надо отходить. Гитлер, короче, как дурак, снял Роммеля, закинул туда войск побольше и собирался Тунис защищать. В результате эти все войска там сгинули. Роммель сразу говорил, что они возьмут. Где-то к апрелю англо-американская авиация перебазировалась на аэродромы непосредственно в Тунисе, близко к линии фронта. И в результате они с этих аэродромов и с Мальты они бомбили все коммуникации. То есть, снабжать эти войска в Тунисе было невозможно, как Роммель предупреждал. Мальту героически обороняли несколько лет не зря. Вот теперь Мальта пригодилась, она на коммуникациях на этих работала. Там были базы авиации и бомбили все. К 18 апреля все попытки немецко-итальянских войск наступать были прекращены. Они были отброшены на оборонительные позиции и защищали свои линии снабжения с большим трудом. Ну, вот это вот господство англичан на море еще сказалось. В общем, невозможно было им помочь как-то. Они там фактически были в окружении. То есть, со стороны моря господствует англо-американская авиация и флот. Ну, немцы сражались упорно, как им и полагалось, всегда. Дивизия Герман Геринг там была. В принципе, фон Арнем был командующий. Он попытался упреждающий удар. То есть, даже в ночь с 20 на 21 на апреле он пробовал наступать даже в районе Меджеза. И на некоторых участках прорвался до 8 километров. То есть, он вперед пытался наступать. Но, однако, в общем, просто отодвинули на 4 часа наступательную операцию. И 22 апреля началось общее наступление американцев. Немцы наносили контрудары. Создавали противотанковые заслоны, прямо как русские, в 1941 году. Но где-то 8 дней немцы оборонялись. Потом американцы и англичане как бы учли эти оборонительные позиции. Перебросили где надо. И 6 мая они фронт прорвали. 7 мая британские танки вошли в город Тунис. Было захвачено 230 тысяч военнопленных. Значит, 230 тысяч военнопленных, потому что море перекрыто было, эвакуироваться они не могли. Вот это вся история, что Средиземное море все равно перекроют англичане. Это Ромель сразу и говорил. Ну и все, фактически вот они там в окружении сражались и капитулировали на мысе Бон. Ну и, значит, историк Мирей пишет, что дословно решение усилить группировку войск в Северной Африке было одной из грубейших ошибок Гитлера. Более того, Гитлер приказал Люфтваффе вести войну на истощение в самых неблагоприятных условиях, из-за чего они понесли непозволительно тяжелые потери. Все, значит, в Тунисе победили, и следующая будет история высадка на Сицилии летом, а потом и в Италии. С Италией они будут снабжать югославских партизан хорошо вообще. И югославские партизаны фактически сами освободят Югославию. Тоже все это будет довольно скоро уже. На Тихом океане наступают итальянцы, американцы наступают на Тихом океане, но медленно довольно. Значит, остров Ату, это где-то близко к Аляске. Японцы захватили острова Кыска и Ату в 1942 году. Там они аэродром создали и бомбили Аляску с этих островов. Короче, решили, американцы этот вопрос решить, и остров Ату захватить, а остров Кыска отрезать от снабжения. Участвовало соединение кораблей линкор Невада, Пенсивания Айдаха, эскортный авианосец НАСАУ и 7-я пехотная дивизия. 11 мая разведывательная группа высадилась в подводных лодок. К вечеру 11 мая 3500 человек американцев они перебросили. Ну, холодная погода стояла, это крайний север, Аляска. В мае там еще полный мороз, практически Чукотка. А перебросили американцев из Калифорнии, то есть из Южного штата. Японцы, как обычно, героически сражались. Но американцев было больше. В течение трех недель они 12 тысяч туда перебросили. И к концу мая, используя численное превосходство, они практически уже очистили остров от японских сил. Но японцы, короче, до конца там даже против превосходящего противника воевали, сдаваться не хотели. 29 мая командующий японским гарнизоном полковник Йосуа Ямасаки повел всех, кто остался в живых, в последнюю контратаку. Они прорвали линию обороны американцев и в рукопашную сражались уже. То есть голыми руками хотели всех американцев убить. Все были перебиты. И остров оказался в руках американцев. У американцев основные потери были от обморожения. То есть не на фронте, а вот от холода, потому что мороз. Японцы все не сдались, короче, из всего гарнизона. 28 человек только в живых, видимо, тяжело ранены. Японцы не сдаются, короче. В мае прошла третья Вашингтонская конференция союзников. Называлась она «Трезубец». И, ну, в общем, она особенно ничего нового не дала. Черчилль настоял на том, что наступать нужно на Сицилии, на Южной Италии и на Балканах. На Балканах практически они даже наступали силами греков и югославов. То есть они просто поддерживали греческое сопротивление и югославское, между прочим, коммунистическое в основном. Значит, Рузвельт все-таки считал, что нужно высадиться во Франции. И то же самое считал и Сталин. Но Черчилль убедил Рузвельта отложить высадку хотя бы до 1 мая 1944 года. То есть вот на третьей Вашингтонской конференции окончательно они решили в 1943 году фронт во Франции не открывать. На что, естественно, советское правительство обиделось и заявило, что данное решение будет иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны. То есть позиция Сталина была, что нужно во Франции открывать фронт, потому что это приведет к переброске туда Советского фронта. Ну, по раскладам, по боевым, действительно, основную тяжесть войны несет Советский Союз в тот момент с Гитлером. Если просто вот даже сами войска брать, количество войск, да, то есть воюет Советский Союз, но и Югославия тоже неплохо воюет. Но в то же время, нужно сказать, что есть фронт, вот 230 тысяч фашистов вот только что в Тунисе в плен взяли, они уже тоже ни на каких фронтах воевать не будут, все военнопленные. То есть есть англо-американский фронт, но они выжидают, короче. И их тоже потом обвиняют, что если бы они, может быть, активнее действовали, то не сдали бы Сталину в Восточную Европу. То, что Черчилль все время хотел ждать-ждать, там, побить Германию, истощать ее и так далее. Ну, непонятно, насколько эффективно это решение было, конкретно вот для англо-американского блока. Может быть, они переждали, может быть, они перебзделись, и поэтому Сталин до Берлина дошел.